Всем мира и добра! С вами Виноград Центр. Есть много способов, которые способствуют открытию почки. Я показывал 5 вариантов, потом еще плюс один вариант. Есть вариант, который я использую уже второй год. И он более редко используется, но в таких самых тяжелых случаях. Он требует определенного навыка. Почему? Потому что, что я имею в виду? Есть, как правило, пересушенные черенки. То есть почка вся сухая. Здесь у нас рубашка на покрытие на почке. И вот что я делаю. Если есть возможность, то я где полегче ногтями могу убрать. Если где-то тяжело, как сейчас посмотрим, беру нож специальный, вы знаете, для определенных прививок. И немножко начинаю вот так вот убирать. Самое главное снять вот этот вот коросту. Я так ее буду условно называть рубашку, которая находится над почкой. Вот я это делаю обычно, значит, с помощью ногтей. С помощью ногтей. Вот таким образом. До появления такого определенного пуха. Тут, конечно, очень все аккуратно надо делать, потому что основная почка. Вот, ну, примерно вот так вот. Если посмотреть, видите, чуть-чуть еще тут остался, но в целом эта рубашка снята. Сейчас еще, допустим, посмотрим на черенках, на каких-нибудь. Ну вот, допустим, смотрите, какая тут тоже самая короста. Вот, берем, вот ее снимаем, вот сняли. Потом еще вот здесь вот сняли. И потихоньку добираемся до самой почки. Если почка живая, она показывает опушение. Такое, немножко даже зеленоватое обычно. Вот. И вот таким образом, вот смотрите, фактически я снял, вот. Даже можно здесь видеть раздвоение. Вот эта самая почка внизу, это запасная, вверху основная, она больше по размеру. Вот. Рубашка снята. Это обычно делается, когда вы видите, сажаете черенок, корни проросли, корни проросли. А на... Видите, что очень пересушен, и сам район глазка очень сухой. Вот такими вот ногтями буквально я беру, вот этот палец у меня в основном работает, и снимаю вот так вот, вот эту вот рубашку. Это в основном на тех, которые очень явно пересушены черенки, и это довольно-таки хорошо тоже влияет. Вот, посмотрите. Вот уже видно, что эта рубашка снята. Давайте вот на этом, допустим, еще сделаем, продемонстрируем. Чуть-чуть сюда подрезали, вот, и вот так вот сделали. И вот до опушения получается. Вот опушение пошло. Вот я снимаю, даже сейчас покажу. Вот она, вот такая вот. Упала. А нет, не упала, вот она. Вот она, видите? Такая вот рубашечка получается. Все, и посмотрите. Вот эта почка явно живая. Смотрите, какое хорошее опушение идет. Вот. И эти почки, эти почки намного лучше идут, трогаются. Почему? Потому что я и в прошлом году, ну а в этом сейчас специально отмечаю, делаю отметки, где у нас этот самый... Вот смотрите, какая почка сухая, да? Вот эту можно, в принципе, руками попробовать. Вот раз, ногтем. Два, ногтем. И вот эту рубашку, вот слышно даже, как она хрустит. Вот она, посмотрите. Вот сейчас хорошо видно. Вот эта вот рубашка сухая, она очень часто препятствует. Посмотрите, насколько почка, вот все, видно опушение. Я дальше не буду ее сильно трогать. И она вот эта, когда со снятой вот этой рубашкой, она намного быстрее прорастает. И сейчас я... Там у меня стоят принтерчеринки, я просто два поднес. Это вот я бумажечки кладу, где я делал вот как раз такое вот снятие рубашки. Видите, основная почка пошла, и внизу запасная. То есть сразу аж две почки тронулись. Это вот именно черенок, который при посадке я снимал рубашку. И вот еще один черенок более раньше, то же самое. Вот он, этот листочек лежит, что я снимал. Вот видно то же самое. Потому что черенок был такой суховатый явно. Поэтому, в принципе, этот, скорее всего, он есть, этот прием где-нибудь описан. Но я им начал пользоваться уже второй год. И хочу сказать, что толк есть. Единственное, что должен быть навык, конечно, чтобы вы не сломали почку. То есть нужно очень тонко работать руками. Тонко работать руками. То есть берете, берете, вот он пересушенный, да? Оп. Сняли. Здесь вот сняли. И вот так вот, вот это вот. Вот она. Вот я показываю. Вот она, эта рубашка на пальце. Такая она с выемкой. И с этой стороны сняли. Вот она еще вторая. Вот видите? Вот она. И мы получаем, вот смотрите. Я сейчас еще сверху сниму. Все, полностью по кругу открыл. И вот я открыл полностью по кругу почку. Ну, конечно, не почку. Глазок, если правильно говорить. Вот. Там основная почка. И его видно хорошо. Вот опушение какое. Поэтому есть такой вариант. Вот. Кто, у кого рука набита, кто, значит, может себе позволить. Пожалуйста, пользуйтесь. Наиболее удобно, говорю, когда проросли корни, чтобы потом не держать стаканчик, вы открыли почку и потом ее ставите. Единственное, что, желательно сразу это с пульверизатора смочить, чтобы все это было хорошо. И будет она замечательно прорастать. Вот такой способ по активизации прорастания почки. Всем мира и добра. С вами был Виноград Центр.